Итак, ребят, всем привет! Вы на канале Роман Гоу. Мы приехали с вами на авторынок Зелёный Угол. Здесь, кстати, бен стоит на заправке, вот на Зелёнке, не дороже нисколько, чем на ННК-шных заправках, здесь на сетевых, на Лукоилах, там даже подешевле, чуть-чуть, самую малость. Вот, приехали, значит, с вами на авторынок Зелёный Угол. Будем сегодня смотреть ситуацию, что продаётся, как продаётся, новинки, цены, видео, всё как обычно. Пикантная особенность этой вылазки, то, что я машину уже купил, я, наверное, сейчас в конец проеду, и там где-нибудь припаркуюсь в конце, и буду сверху вниз идти, а потом вернусь. Вон они, инбоксики стоят, блин, очень интересно. Я купил Хонду инбокс, турбовую, максимальную, ну, практически, только без полного привода, я так понимаю. А так, турбо, две электродвери, круиз-контроль, полный руль, всё кожаное, всё чётко. Конечно, инвагон, инвагон у меня был покрасивше, он был, потому что кожаный салон, и панелька была у него вся, тоже из разных материалов. Народ вон ходит уже, я уже реально в предвкушении, движуха, движуха на авторынке Зелёный Угол. Начинаем с самого верха смотреть, машин дофига сегодня, просто забитый рынок. Я помню, в сентябре приезжал, здесь, ну, было пустовато, так скажем. Сейчас машин набрали или меньше просто раскупили, не знаю. Сейчас походим, посмотрим, вон уже кей-карчики мои виднеются. Так, вот Дейс Рукс, прям как у меня был, 4 балла, круговой обзор, но что-то цены нету. Красивая бумажка напечатана, но цены нету. А вот просто, а ну это как Ниссан Дейс, Митсубиси, 575 тысяч, полный привод, турбо, 17-й год. Белый, красивый, ну, у него и полный мультируль, там всё красиво, как на Ниссан Дейс Рукс тоже, вот эта мультимедиа у него, сенсорная. Ну, это сейчас вообще популярная тачка, но 575. Вот он, Нинбокс, 14-й год, 497. Панкурен, блин. Чуть дороже, но и год на 2 года свежей. Интересно, посмотрим. А, ну, это с резиновым рулём, неполный мультируль. На штамповках, такого за 430, 12-го года продавали, ребята мои, товарищи. Вот это Honda N-Wagon, не кастомный, 14-й год, 477 тысяч, на белом салончике. Такой вот, красавчик. Вот такая, C-HR 4WD Turbo, 18-й год. Глаз прям цепляется за неё. Так, вот этот заряженный, мне нравится, кастомный Daihatsu. 15-й год, 4 балла. Он тоже с круизом, с климатом. Сколько стоит он, интересно? Тоже 1550, наверное. Цвет неплохой, крыша чёрная. Daihatsu Move. И причём переход у него такой, это, идёт. Вот он, с чёрной крышей. Так, вот он, N-Wagon. N-Wagon, 15-й год. Кастом кожа. Цены нету. А это ваша машина? Показывает вам не помню, и снимать не обнимать тоже не надо. Вы приснимаете, вот там выводились. А то, блядь, хуйню как-то вы задаете, не понятно чего, блядь. Какую хуйню? Ну, такую хуйню, блядь. Потом, нахуй, звонит, да, непонятно чего, блядь, и спрашивает. Так я, вы, подождите, вы продаёте машину? Я не буду ждать. Это для тебя благо. Это для меня, я, вот здесь у меня покупатель есть, я ему и продам. А твою вот эту хуйню не надо, блядь, сюда выкладывать. Ну ладно, продавайте. Да вы за языком следите. Зачем вы так выражаетесь? Что я выражаю? Нахуй, захуй, что это? Потому что, вот я столкнулся из-за тебя. А что, какие проблемы у вас были? Да, у меня проблемы были. А что было? Вот так снял, зачем ты так снял? И я, где я работал, кем я работал, нахуя выкладываю? Вот этот весь разговор, зачем выкладываете? Вы кем-то работали? Я вообще, мне, вы не интерес... Ты мне не интересен. Вы мне тоже не интересны. Мне интересно машину посмотреть было, и всё. Ничего смотреть. Там, короче, это как, я продаю свою машину, я свою машину продаю. А ты кто? Ты вообще меня снимаешь. Я искал себе машину, и сейчас ищу. Ты не искал. Сейчас я уже купил машину себе, понимаете? Ты, я потом тебя проследил, нахуй, потому что проблемы были, то что... А какие... Я машину смотрю, мне вы не интересны. Вот именно. Нахуй я вот так снимать, ё-моё, блядь. Зачем вот так снимать и выкладывать? У меня узнали то, что, блядь, мне не надо было узнавать. Я ещё и тебе рассказываю то, что, блядь, где я работал, кем работал, нахуй. Я даже понятия не имею, где вы работали. Конечно, это не вчера было, это не позавчера было. Это было. Ты уже, блядь, по третьим кругам по-моему ходишь. Хорошо, вы не хотите, чтобы ваши машины видели, да? Ну, ладно, скрывайте. Ребят, небольшая вставочка уже из будущего на монтаже. Вот сейчас просто сижу и как бы не сдержался. И в конце я мнение об этой ситуации ещё вам как бы записал, да, ещё тогда на зелёнке. Ну и сейчас хочу сказать, что я ни в коем случае не настроен против кого-то. У меня нет какой-то цели кого-то там в хорошем или плохом свете показать. У меня вообще никакой цели. Я на зелёнке человек случайный, чтобы вы понимали. И бываю там исключительно по делу. Ну, то, что формат съёмки у меня такой, это да. Как бы, что происходит, то и происходит. Если я иду, например, на рынке, человек какой-то скажет там, вот смотри, у меня тачки, хочешь посмотри, там, такая-то цена, такая-то, там, откроет, покажет. Я как бы это покажу. Если какие-то там, я смотрю машины и какие-то байки начнут рассказывать, да, там, кто где работал, мне это вообще неинтересно. Ну, человек сам, его никто не спрашивал. Сам как бы эту информацию зачем-то даёт. Вот непонятно, зачем, для кому она интересна вообще, где там, кто где работал. То это будет. Если какой-то негатив, да, я понимаю, что с блогерской точки зрения это, наоборот, круто, это хайп, это большие просмотры будут, если там кто-то кидаться будет, кто-то ещё что-то. Но я, поверьте, я к этому не стремлюсь. Мне это не нужно. Я смотрю машины, я вот показываю картинка. Машина продаётся, такая-то машина, такая-то цена. Я даже толщиномером не пользуюсь, я даже номера кузова там не показываю и не, как бы, пробиваю, там, ничего не копаю. Просто вот показываю, такая цена, такая картинка, за эту цену вы получите то-то. По идее, как бы, пропагандирую, то есть у меня очень много зрителей с европейской части страны показывают альтернативу леворуким машинам, потому что цены сейчас взлетели в той же, в Москве, там, просто всё в космосе. Показываю людям альтернативу автомобилей, там, с правым рулём. Когда-то там вместо Жигулей это дешёвые праворульки выбирали. Сейчас, когда цены взлетели, вместо уже тех же, там, Пола, там, между Фольксвагенов, он Пола, миллион шестьсот, что ли, стоит, недавно я смотрел свежий. Ну, блин, куда одеваться вообще? Если вы торгуете топликами, конкретно какой-то жестью, где там плесень, я не знаю, на сиденьях, конечно, я это покажу, если я это увижу, я это покажу. То есть для ребят, которые торгуют нормальными машинами, возможно, покажется, там, что я какую-то грязь, там, прихожу и делать, там, снимать. Я хочу сказать, что нет, даже близко нет такого. Вот даже ребята, у которых я купил машину, да, летом, поначалу были какие-то шероховатости, там, у меня к ним, у них ко мне. Ну, всё нормально, я уже три машины у них купил в итоге, и никто от этого не проиграл точно, вам всё это показал. А если бы мы сейчас друг на друга, там, за что-то там обижались, продолжали, ну, и смысл, кому от этого лучше бы стало? А может быть, в будущем, там, я захочу побольше ещё машин купить, если увижу, там, в этом интерес какой-то. Пока что так, на чиле, на расслабоне, изучаю. Короче, я думаю, кто захотел, тот меня понял. Всё, приятного просмотра, едем дальше. Так, вот интересная машинка такая. Как её назвать, интересно. Написано «Опен». Вы продаете, да? А как это называется? Купен, дайхатсика, да. А, дайхатсика. И сколько стоит такая? 790, потому что выиграть. 870. Ага, вон, 870, дайхатсика, Купен. 17-й год? А у нас обзор даже есть на неё. На её КМП. А, на Ютубе? Ага. А, и в Инстаграме, там, нет, не в Ютубе. Привод какой, передний? Да, да, передний. Передний и турбо. Ага, интересно. Этого, Фаталити, знаете, вы такая? Нет. Блогер, скажу, здесь местный. Нет. Как Дима Фаталити. Большой-большой такой. Ну, вон, дядька, как бы, конечно, там... Не, я сам не местный человек. А, у него просто он, как бы, он такой огромный, то есть, его, как бы, знают после себя. И вот, и вон, короче, этот, видеообзор надел, надел, надел. Как он сюда залез, я не понимаю. Залез, да? Да. Ну, он, когда сила, говорит, я, говорит, чувствую себя, говорит, в той машинке, когда, говорит, в детстве, этот, с педальком его лагает. Как капот-то открывается? Непонятно, как. Она за 870. Такая, это, свежая, она еще и двухцветная, с этими, с хромом. Конечно, опа, интересно, интересно. Реально интересная машинка, но это под лето, конечно. Куда-нибудь в Сочи или куда-нибудь в Краснодар. Вообще, отлично было бы. Ну, и здесь места просто два, а потом идет, вот, полочка такая. Потолок черный. Такие вот козырьки есть. Как они только что-то не выдвигаются, не буду ломать. А мотор какой на ней? Я могу открыть, пока, посмотрите. А, давайте. Ну, 870, это недорого, это потому что не сезон? Да, ну, у нас их две, одну продали. Ага. Вот, а одна, вот, тоже там есть пару покупателей, не знаю, что, они, может, весны ждут. Потому что, ну, она, как бы, такая летняя машинка, у нее выше полностью собирается. Ну, прям это. Я могу продемонстрировать ключевые, если вам интересно. Ну, конечно, интересно, да. Давайте, сейчас. А сюда что-то вставляется, да? Нет, она вот так. А, так и есть, да? Да, так уже остается. А капот как открыть? А, это бензобак открылся. А, это бензобак. Ага, из подлокотника. Да, здесь лежит багажник и так. А багажник еще есть, да? Ну, здесь как? Немножко место остается, да, вот оно. А, то есть, чуть-чуть еще можно и уложить бежды, да? Да, да. Запуск с кнопкой здесь, да? Да, старт-стоп. Кондиционер. Что здесь еще? А, коробка-вариатор, да, у них? Климат-контроль, да? Угу. Магнитола с экранчиком. Держи, что-то не могу вспомнить. Может, с этой стороны просто... Я вот, да, пытаюсь посмотреть, что по стороне еще где-нибудь. Бывает такое, на техмобелях. Угу. Чуть не видно. Бардачок на крыш закрывается. Бардачок, да. И этот, и этот. Да, да. Подогревы сидений даже есть. Ничего себе. Да. Зимняя версия. А, не вот эта? А, это крыша. Да, это крыша. Это подъемники, да? Да. То есть подстаканнички. Колеса 16-е, 165 на 50. 16. Дальше. Так, задние тормоза. Вот, что, барабаны? Барабаны. Спятали. Бардачок. А, в бардачке. Из бардачка капот, ничего себе. Хе-хе-хе. Офигеть. Не подумал бы. Мотор 3 цилиндра, да? Это типа как на кейкарах, да, стоит? 0,7? Да. Ну, турбо. Угу. А, турбовый, это 64, наверное, да, у него лошади? Ага. Ясно. Я, то я, похоже, я тоже взял 0,7 турбо. Только, хонду, энвагон, ой, этот, энбокс. Энбокс, ага. Знаем, такой. Кастом? Энбокс, да, кастом, 12-й год. Клевый, черный. Кастом-сты, да, они хорошие. Да, вот что-нибудь такое есть, по типу? Были, они у нас сразу день в день входят. Энбокс, ага. А вот этот краун, он ваш? Да. Его можно посмотреть? Она еще и жесткая, то есть, в принципе, и зимой можно на нем ездить. Как обычно. Вот такие вот интересные экземплярчики Сузуки. Солио 1,3. 730 тысяч, 16-й год. Электродверь на туманочках. Ничего так неплохая. Даже круиз-контроль вроде есть. Да, реально, с круизом. Вот такую бы комплекташку я бы взял. Она еще и гибрид. Вот белая рядом стоит. Так, а белая с кнопки по музыке есть, а круиза нет уже. Тоже гибрид. 788. А, это 17-й год. Получается, ну вот это поинтереснее было бы. Хороший вариант. Конечно, бандит бы вообще. Вообще, бандит это вообще топ. Воу, вот это красавец вообще. На 65-х номерах почему-то. 17-й год. Гибрид. 4WD-3650. Нормально. Ну, это вообще самолет здесь. Как лэнд-крузер. Кожа, рожек. О круизах тут даже говорить нечего. Вот он рядом, Харьер. Стоит 20-й год. Полный привод. Максимальная комплектация. Сколько стоит? Пробег 1000 километров. Цена 4750. Вот почти 5 лямов. Такой вот красавец. Блин, еще недавно я думал за миллион правый руль берут или нет. А сейчас, ну тут новая, новая машина реально. Вот так такая Toyota. Toyota это Aqua. 18-й год. 870 тысяч рублей. Пробег 55 тысяч километров. Гибридная машина. Типа Приуса. Так, здесь что-то это. Еще, наверное, не помутые. Ничего, ничего. Без цен, без ничего. Лобовики все исписаны. Ого. Бэха. Нормально. Бэха праворукая. А, это, наверное, на запчасти привезли. В таком вот состоянии. Все это разобранное внутри. О, Си Ичар. Красавец. Так, мне сейчас надо пойти посмотреть колеса. Колеса. Поискать. А колеса здесь где-то... О, нифига себе. Сколько мафонов. А вы шины продаете? Шины. Да. Три нашки. Три нашки. Какой? Вот здесь есть ли фиг. 100. 155 на 80. 145 на 80. 155 на 80? Это маленькие, зимние. Да. Маленькие, зимние. Да. Это шины или с дисками? Просто 7. Просто шина, да? Это новые? Новые. Ага. дешевле нет так 12 это дороговато подскажите а тренажки есть у вас на кейкар 13 13 155 на восемь 145 на 80 165 на 80 сколько стоит сколько стоит с летем понял подскажите пожалуйста на кейкар есть у вас колеса метод так вот такой смотрите nissan ноут семнадцатый год 675 тысяч рублей это чё уже за миллион миллион 35 восемнадцатый год это корова такая до 18 год g комплектация с темным салончиком климат-контроль вот здесь попроще конечно накрутил очках у вас 13 колеса не продаются да здрасте вы здесь работаете а за машина приехали я тоже уже взял на учет поставили нормально но я помню в находке ставил что-то это долго у меня за него за час за час да а страховку нормально сделали а без страховки взяли нормально а я nbox взял турбового все уже последний мой кейкар но я счастлив все это и на их покатаю потом дальше буду вот потом у фрит тоже думаю взять начали уже трубки тормозные сгнили переда задние смотрите на трассе там минус 40 сейчас вот мне вообще говорили что в Иркутской области будет да не ну вот мне скидывали минус 40 сейчас вот пацан ехал вот тоже солью ничего красивый такой но были цены нету девушка 7000 пробега вот похожая тоже toyota tank toyota tank тоже а или как а toyota rome это да и тоже рекомендуют но тоже были цены нету вот это митсубиси тоже без цены не все не все в общем пишут вот красивая suzuka но были на 5 без цены и бог что же необычного цвета розового чем написано семнадцатый год цены тоже нет но это обычный не кастомный что-то пробочка тут какая-то образовалась большая как выезжать будем такси стоит держит получается и все на фига си ситроен правый руль volkswagen правый руль сколько такую стоит 870 turbo бит ли ни фига си ну-ка си трое такой миллион 150 17 год citroen c3 вообще нормально полная комплекта шка полный руль климат ну-ка фольтс посмотрим фольтс тоже красивый ну тряпашка правда совом как называется то хоть на porsche похоже ни фига тут пробка до самого конца ё-моё надо чтобы кто-то разруливал там пробка реально вот досуда прям да и срукс не красавец да и срукс вообще офигенный да реально пробка а или уже продвинулась но чё-то вообще жесть там было тут еще реально выехать с этой зеленки ну чё по зеленке чё скажу машин много в этот раз больше чем осенью как говорится уберем деньги привозим выбор огромный но некоторые машину так я замечаю сам некоторые машины еще с прошлого раза до сих пор стоят некоторые такие некоторые вот я приметил для себя смотрю там стоит модельчика то есть не всегда и быстро продаются и не везде и это нормально также отметим что не всем опять нравится значит творчество наше я не не понимаю в чем проблема я не знаю я никакого негатива не несу ребят даже те кто ну вот со вторым когда вот хочу сказать никакого там монтажа какого-то шуток усмеивания или никаких провокаций ничего от меня нет то есть я даже на ты ни одного человека никогда не назвал то есть я не знаю что люди мне как говорится что ты наговорил что ты наговорил то и есть как бы я не ничего сам не придумываю ничего не делал если ты наговорил херни если ты материшься если у тебя лезет из тебя да как говорится выделение всякие то я-то тут при чем я ни при чем ребята так что наезжать на меня не надо вот ругаться я умею и все я все умею я не хуже вас поверьте я все тоже самое умею и плохие слова я знаю и все все я все знаю в общем поэтому я что предлагаю 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 давайте жить дружно ни с кем я ругаться не хочу и я негатива не ищу поверьте есть если бы я хотел найти негатив он сам ко мне в руки уже два раза шел я как бы дистанцируюсь хотя просмотров ну ради хайпа как говорится это прям подарок мне вот как блогеру в руки вот такие вот всякие товарищи до которые с претензиями ко мне активно выступают что-то там расскажут и сам это сказал не я я у тебя ничего не вытягивал где там я даже не понял чё где он работает кто не помнит где где этот парень работает так что ребят еще раз давайте жить дружно давайте не будем ругаться да мы живем в двадцать первом веке с вами и технологии дошли уже до авторынка зеленый угол все всем мира всем добра да и по поводу колес я не знаю по объявлениям намного дешевле колеса чем на этом на авторынке на штамповках тренажки на кей картик мази мизерные до стоит 15 тысяч рублей на литье он сказал вообще 25 что ли или сколько я уже забыла помню что космос там вообще 25000 кажется тренажки я сейчас по объявлению приехал смотреть колеса за сколько за четыре с половиной тысячи их отдают штамповки так же на липучки на этой тринадцатой не знаю в общем в общем с ценами что-то странное вообще творится но потому что на рынке каждую машину сейчас которую забирают свежий перевоз они все на летней резине и всем нужны липучки и видим на авторынке этим пользуются что люди как бы и на лете и в город но сейчас еще можно сегодня погоду позволяет выехать а так обычно когда снегопад какой-то наверное и в город ты не выйдешь здесь дороги для верх-вниз такие горы везде конечно таким вопросом нужно сразу озабачиваться заботиться им нужно вот и продумать надеюсь сейчас эти колеса мне попадают они мне в принципе это подходят по дискам даже если мне и диски не подойдут я их все равно возьму я их все равно возьму ну и двойной шиномонтаж получится получится получается придется сделать как-то так значит в следующем видео начнется перегон зимний перегон с дальнего востока отличаться он будет пикантной особенностью что на трассе уже ну в лучшем случае минус 40 меня ждет вот так там скидывали фотки из трассы свеженький минус 40 а где-то и горят даже до минус 50 там но это просто жесть будем проверять кейкар будем проверять меня короля перегонов так что скоро увидимся всем счастливо и пока